Повышение зарплаты на 50 процентов, а затем вдвое для работников культуры страны стало не просто приятной, но жизненной необходимостью. До этого профессия была одной из самых низкооплачиваемых. Мы уже много лет входили в число самых низкооплачиваемых сотрудников, но мы выстояли, мы были очень рады, что нам подняли зарплату. Сейчас она доходит до 35 тысяч сомов. До этого сфера культуры страны теряла специалистов, которые уходили из профессии именно из-за низкой оплаты. Однако теперь есть надежда, что многие вернутся снова. С момента повышения зарплаты количество желающих работать в сфере культуры увеличилось, раньше такого не было. Иногда мы даже нанимали неквалифицированных сотрудников, но хорошо, что есть выпускники по каждой профессии. В Южной столице проблемы в области развития культуры обсудили на встрече с работниками данной сферы и представителями профильного ведомства, в том числе и вопросы реформ в сфере театра и кино. Киноиндустрия находится в очень плохом состоянии. Все кинотеатры стали частной собственностью. Кинотеатры в регионах находятся в плачевном виде. Наши проекты не поддерживаются уже много лет. Граждане, не имеющие возможности ходить в кино, смотрят негативные фильмы в интернете. Лучше бы фильмы с познавательной ценностью показывали. С 1 апреля зарплата работников культуры выросла на 100%. По поручению министра мы выезжаем в регионы, чтобы получить информацию о том, всем ли выплачена повышенная зарплата и есть ли какие-то проблемы. Теперь все актуальные озвученные вопросы будут вынесены на обсуждение с главой профильного министерства и поэтапно решатся. Алена Смирнова, Зайнат Ибраимова, Идиль Алеев, ЛТР, ОШ.